В Ульяновске по нескольким адресам установили специальные баки по двухпоточному сбору отходов. На верхней террасе жители дома номер один по улице Одесской уже успели отметить положительные изменения в процессе сбора и утилизации отходов. Пластик, стекло. На свалке жгнить долго будет. Период распада большой. Необходимость в том, что разные сроки переработки на свалке. Какой-то бытовой мусор сгниет быстро. Жители дома делят отходы на сухие и мокрые фракции. Каждая семья складывает отдельно в один пакет пластик, металл, бумагу, стекло, а в другой смешанные отходы, которые не перерабатываются. К ним относятся пищевые отходы, одежда, обувь, средства личной гигиены. Тем, кто совершенно ничего не понимает в сортировке мусора, помогают студенты-экологи Ульяновского государственного университета. Молодые люди анкетируют ульяновцев и раздают информационные листовки. Я занимаюсь просвещением, так сказать, других людей насчет важности раздельного сбора мусора, так как считаю, что в наше время очень важно разделять мусор. В засвеяже для эксперимента на площадке многоквартирного дома по улице Облуково, 15, рядом с привычными емкостями для ТКО появились дополнительные контейнеры для вторсырья. Цель проекта – проанализировать готовность населения к внедрению системы раздельного двухпотоков сбора отходов, а также просчитать материальные затраты по его применению. По итогам и результатам этого проекта планируется выставление таких контейнеров и такой подход по Ленинскому району. Соответственно, рассчитываем, что население примет для себя, поймет, что это действительно интересно и будет выбрасывать отходы согласно тех надписей, которые указаны на контейнерах. За смешанным мусором приезжает обычный мусоровоз, а вторсырье по графику забирает отдельная машина. Мы должны понять, готовы ли наше население к раздельному сбору отходов, именно многофракционному сбору. Второе – это, конечно же, дифференцированный тариф. Как только мы поймем объем отходов, которые образуются у населения, данный проект мы планируем реализовывать как пилот три месяца. Поскольку в Ульяновской области на сегодняшний день не утвержден тариф на двухпотоковый сбор отходов, то на период эксперимента размер платы граждан за услуги по вывозу и утилизации мусора не изменится. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Управда ТВ. Руслан Баталов. Новости Управда ТВ.